Сегодня отмечают 70 лет с того момента, как в Ленинград после прорыва блокады пришел первый поезд. Он привез драгоценный груз, продукты. Там были масло, сахар, крупа. Спустя 70 лет такой же поезд встретил Олег Кузьмичев. Они ждали этого поезда 70 лет назад, ждут его и сейчас. На финляндском вокзале встречают состав, который доставил в город после прорыва блокады первые продукты. Также с оркестром и ликованием. И первый поезд оттуда пришел на финляндский вокзал. Пришел всем опасностям насла с портретом вождя паровоз. И вместе с этим 400 тонн сливочного масла как первый подарок привез. Этот поезд полная копия того, что прибыл в Ленинград 70 лет назад. Точно такой же паровоз, точно такие же вагоны и также огромное количество людей встречает его на финляндском вокзале. Хотя о прибытии в Ленинград первого долгожданного поезда с продуктами знали, конечно, не все. Первый поезд на финляндском вокзале ждали сначала 6 февраля, потом дату поменяли. Железная дорога Победы шла всего в нескольких километрах от позиции противника. Поэтому появление состава сильно не афишировали. Прибытие первого поезда, оно было в какой-то степени засекречено в городе. Поэтому мы на Петроградской стороне, в детдоме, конечно, его не ждали и не знали. Но вот я занимаюсь вот этим ветеранским движением все эти годы, только потому что я слишком хорошо знаю, кому я обязана жизнью. Движение по железной дороге потом еще не раз прекращалось. К весне, когда таял снег, рельсы проваливались. Но все равно к марту в Ленинграде уже был создан трехмесячный запас продуктов. Каждую ночь на финляндский вокзал тогда прибывало 7-8 поездов. В первую очередь продукты для блокадного Ленинграда. Понятно, что это техника для Ленинградского фронта. Это первоочередные необходимые вещи, которые в обычное время перевозили на машинах по дороге жизни. Но с прорывом блокады в 43-м году появилась возможность организовать сухопутную связь с большой землей. Уже через год после прибытия на финляндский вокзал первого поезда город полностью освободили. Ветераны уверены, победа в Ленинграде началась именно с этой 33-х километровой железной дороги, построенной всего за 18 дней. Олег Кузьмичев, Алексей Хьюркис и Петр Григорьев. Последние известия Петербурга.